Сразу проверим звук от 1 до 10. Прошу вас оценить, хорошо ли меня видно, слышно. Все ли в порядке? Ну, я продолжу, потому что время идет. Да, я владелец мультибрендового магазина. Действительно, дочь повлияла на мой выбор, чем же мне заняться. И супруг очень давно настаивал, говорил, господи, нужно уже твои амбиции, твой потенциал и знаемо все-таки воплощать в свое дело. И принятие решения мне нужен был какой-то уникальный магазин с уникальной одеждой, чего нет на Сахалине. Южно-Сахалинска 200 тысяч населения и очень наполнен торговыми центрами. И предложение действительно на детских товарах очень высок. Я выбрала марки, которые действительно я привозила своей дочери, которых не было на Сахалине. Это и доставки долгие и так далее. То есть это все интернет. И я решила, что я буду именно тем лицом, который будет представлять бренды уникальные в Южно-Сахалинске. Теперь я поделюсь результатами, как все начиналось и как мне удалось все-таки все это дело реализовать в период пандемии. Сначала я начала это все с Инстаграм-площадки, естественно, прощупала рынок, начала свою базу, можно сказать, CRM-система у меня начиналась с Инстаграм. Вот. И свои средства у меня было 4 миллиона. Это как раз вот та значимая цифра, да, что я понимала, сколько я вкладываю в данный магазин. Никто не предполагал о будущей пандемии. Открыла я его 15 марта с фанфарами, с букетами цветов. Дети по красной дорожке ходили, модели и так далее. То есть был уникальный праздник в торговом центре. И с такими же фанфарами я его буквально прикрыла через 2 недели. Никто, конечно, не догадывался. Но вот случилась такая вещь. Отступлю предысторию. В феврале 2020 года, в то время как раз, когда я планировала про открытие магазина, я искала, какую же лояльность я внесу в свой магазин. Потому что вау марки, вау магазин. А что же я своему клиенту на Сахалине предложу тоже вау. Какая лояльность будет для него уникальна. Чем я буду отличаться от своих конкурентов. И в феврале я попадаю на форум бизнес-нашествия в Южно-Сахалинске. Благодарю судьбу, что встретила Ольгу Ежову. Теперь мой и партнер, и куратор. Она меня тогда научила, как клиента. Давай, говорите, я тебе подарю вот эти фишечки, подарочки от такого салона, от такого магазина. Когда я увидела вот эту вот платформу, и что в моем телефоне, и в телефоне любого моего будущего клиента я могу быть, это меня поразило. Я ночью не спала, я изучала программу, тут же через сайт протестировала, и тут же связалась с Ольгой и сказала, все, я беру, я понимаю, что это именно то, что мне нужно. Как же ГЭПС выжил в пандемию? Здесь не очень хорошо видны, возможно, именно слайды, скрипты, но в апреле по оборотам мой магазин достиг 600 тысяч рублей. В то время, когда мои коллеги по торговому центру были полностью закрыты, еще раз напомню, да, то, что по всей России торговые центры не работали, но благодаря, конечно же, площадке Инстаграм, и плюс еще уникальному инструменту в UDS, это онлайн-магазин, мне удавалось приходить в торговый центр. У меня было просто такое право приходить, забирать на доставку вещи и совершать оборот своей компании. В апреле это 600 тысяч, в мае это миллион 37 тысяч, в июне это уже почти 2 миллиона. То есть в то время, когда большинство предпринимателей не только понесло убытки, многие разорились. У меня оборот компании составляет миллион 667 тысяч. То есть, согласитесь, это очень крутые цифры в период пандемии. Я закупала новые коллекции. Как же я оставила в бизнесе более 600 тысяч рублей, уйдя от фактических скидок? При планировании затрат, я человек цифр аналитики, я все планировала, примерно закладывала бюджет в выпуск пластика, там от 5 до 10 процентов фактических скидок. То есть я была к этому готова. Но когда у меня появилась система лояльности UDS, я готова озвучить вот эти вау-цифры, вау-эффект, от которого я сама прямо в восторге. На январь в сером системе моего магазина оцифровано 2527 клиентов, из которых полторы тысячи это те люди, которые уже совершили фактические покупки. Это 62 процента. Это не мертвые души, да, то есть это понятно, что люди приходят и покупают на сумму более 9 миллионов рублей. Фактический размер скидки при этом составил всего лишь 250 тысяч 779 рублей. Это всего лишь 3 процента от тех, от предполагаемых 10, которые я примерно закладывала. То есть я в своем бизнесе сохранила более 640 тысяч рублей. Ну, от 9 миллионов это 7 процентов. Бонусная программа в моем магазине разработана на трех уровнях. Люди достигают либо определенной суммы покупок, либо эффективными рекомендациями. Я не буду здесь более плотно останавливаться, лучше расскажу вам о реферальной системе, о реферальной программе в моем магазине. То есть благодаря этой системе клиенты мои могут рекомендовать своим друзьям мой магазин, да, то есть и благодаря покупкам друзей они получают дополнительный кэшбэк, дополнительные бонусы. Они с удовольствием рекомендуют мой магазин через приложение UDS. За 10 месяцев работы затраты на приобретение лицензии с годовым обслуживанием окупились 13 раз. Только просто с сарафанного радио, благодаря моим клиентам. Стоимость лицензии с годовым обслуживанием на тот момент, когда я заходила, был 80 тысяч рублей. Доход от покупок 136 новых клиентов, это те люди, которым порекомендовали мой магазин, составило 1 миллион 43 тысячи 416 рублей. Это очень круто. Средний чек увеличился до 3400 рубля по аналитике с началом работы моего магазина. Чек увеличился на 70%. Как же я достигла этих результатов и как я учила своих клиентов рекомендовать? Это, конечно же, контент в Инстаграме, видеообучение, видеоинструкции, как и что делать, какие плюшки я дарю, какие выгоды мой клиент получает благодаря системе лояльности UDS. Соцсети, WhatsApp, отлаженная коммуникация моих девочек-продавцов с клиентами. Также листовки в магазине, TableTent, который прекрасно работает, коллаборации с партнерами через сети, соцсети, Инстаграмы, конкурсы. Вот мы как раз на экране, большой марафон, это выборка из пуш-уведомления моим клиентам. Мы учили наших клиентов, как рекомендовать. Я остановлюсь на нем поподробнее в следующем слайде. Также подарочные сертификаты в моем магазине. Вот благодаря статистике я могу проанализировать, что благодаря марафону определенному конкурсу в бизнес зашло 80 клиентов, 4 из которых совершили покупки на 12 тысяч рублей. То есть это чисто вот с рекомендацией, просто мы учили в это время. Мы двух зайцев как бы убили в одно и то же время. И людей порадовали, и научили, и еще и одарили их баллами, и сами выгоду получили. Вот такие листовочки я заказывала дизайнеру своему. Очень крутой инструмент, листовки, которые мы вкладываем в пакеты, когда люди, например, на бегу, не могут, дети плачут. Мы проводим 100% все операции, и такие операции мы проводим по номеру телефона. Отпускаем спокойно нашего клиента, говорим, все хорошо, держите листовочку. Инструкция для выгодных покупок, мы ее назвали. Люди прекрасно домой приходят и оцифровываются по специальному QR-коду, созданному специально для этих листовок. Также очень крутой инструмент – это подарочные сертификаты. Я вам сейчас более подробно покажу, включу видео. Каким образом это работает? Мой клиент хочет подарить подруге, например, на день рождения ребенка сертификат. Я не трачу ни копейки на дизайн, на разработку, на распечатку данных сертификатов. Мы просто находим фамилию и имя этого клиента, если он есть уже в UDS, либо мы рекомендуем человеку для скачивания. Он скачивает, я его нахожу в базе и вручную начисляю номинал, который заносится в мою компанию подарочную. Мой клиент либо ватсапом, либо наговаривает уникальное поздравление, которое приходит потом его подруге, другу, тому человеку, которому мы хотим подарить. Сейчас я вам покажу, как это происходило. Реальная история. Настена, посмотри, пришел ли вам подарок. Надо зайти в приложение. Да, надо зайти в приложение. Да, пришел. Спасибо, спасибо. Там где-то еще должно было быть сообщение. А вот, наверное, надо висеть. Это был вау-эффект. Потом приходили люди, да, и воспользовались этим сертификатом. Она много говорила, говорит, так интересно, первый раз такое вижу. Очень классный инструмент, используйте его. Пуш-уведомления. В один клик в моей клиентской базе. 8 пуш-уведомлений в месяц. Совершенно для меня бесплатно. Вот много говорили про смс-ки, про тысячи и миллионы рублей, которые тратятся на смс. В моей клиентской базе приходят бесплатно два раза в неделю новости о поступлениях, о новинках, об акциях, о коллаборациях, обо всем, что мы посчитаем нужно донести до нашего клиента путем утепления. Пуш-уведомления равно sold out. Это такая крутая вещь. Я вот прям наглядно хочу показать. То есть 26 сентября было пуш-уведомление о поступлении новой весенней коллекции. И я сделала специально аналитику за неделю. Более 543 тысячи, если уж быть прям дословно, да, 235 рублей зашло в бизнес. То есть мы понимаем, какая мотивация у наших клиентов возникает. Мы вспоминаем мой средний чек, это 3400 рублей. Вы представляете, какой объем продаж происходит, как только выходит пуш-уведомление. Сначала мы делали с девочками, прям вот я получала товар и сразу делала. Мне так хотелось поделиться, что у нас новая коллекция. Но мы потом поняли, просто такой наплыв гостей, мы не успевали, не справлялись еще развешать даже товар. Поэтому мы стали уже, как только все готово, мы тогда начинали уже уведомлять. И вот благодаря пуш-уведомлениям там есть настройка такая, ответить сразу же, написать сообщение. Очень крутая вещь. Нативные вот эти покупки у моего клиента сразу же есть возможность внутренний чат использовать UDS и написать. Можете, пожалуйста, отложить мне вот этот вот товар, можете ли этот размер, либо есть ли это в наличии куртка. И, как правило, уже после пуш-уведомления в течение двух-трех дней уже нет этого товара. Мои клиенты, они очень приучены к пуш-уведомлениям, реально работают. Я не буду плотно останавливаться на кросс-маркетингах, хоть много говорили про электронные сертификаты. Очень крутой инструмент мы также используем. Я стараюсь в своем бизнесе максимально использовать UDS. Источники трафика – самая крутая вещь, которую я использую максимально. То есть это удобный способ отслеживать, откуда же в наши заведения приходят люди, поток клиентов, и сколько денег мы тратим на них, и оправданы ли наши расходы. Например, ссылка на регистрацию в UDS в шапке профиля Instagram принесли в мой бизнес около 210 тысяч рублей. То есть там в шапке профиля написано «Получи подарочек, стань нашим клиентом». Очень круто. Я туда ни копейки денег не вложила. Также реклама Instagram сработала перед открытием магазина. Я заказала рекламу в Instagram, как мы все умеем, через таргет и так далее. И я присвоила уникальный промокод чисто для этой рекламы. И я вижу, что 18 человек отцифровалось, зашло, стало моими клиентами. Но 9 из них реально 50% пришло и купило на сумму около 250 тысяч рублей. Где-то 3 тысячи рублей я потратила на эту рекламу. Ну, можете сами посчитать выгоду мою. Также в день открытия магазина мы уникальный промокод создали. Именно по нему проводили все операции, чтобы понимать поток людей. В день открытия было просто тут феерично. И поэтому и феерично, и выручка зашла. И мы понимаем, что 77 электронных бонусных карт выдано. Это там люди некоторые проходили еще. 63 клиента реально в этот день совершили покупку на 420 тысяч рублей. Вау-эффект просто, на мой взгляд. Также источники трафика позволяют мне увидеть выгоду рекламы. Где я могу участвовать, где нет. Теле, радио, вот эти рекламы могут отцифроваться также. Вот, например, такую акцию делали новогоднюю в моем ТРЦ. Маркетинговый отдел придумал такую фишку. Создается вот такой конверт. На нем печатаются логотипы спонсоров. Спонсоры оплачивают эту рекламу. И вот эти вот конвертики потом летят по всем садам и школам Сахалинской области. И люди оцифровывают... Нет, сначала не оцифровываются. Это я уже предложила такой вариант, что я не понимала логотип с логотипа. Я не пойму, где моя выгода, где моя выручка. Ну да, люди увидели логотип, но где я... Как я пойму, что люди оттуда пришли? И я поставила условие, что мой QR-код уникальный для этого письма. Сделайте... Вот мы оцифровали 200 клиентов. Пока еще нет результата, потому что, ну, только начали люди ходить в ТРЦ. После новогодних праздников я жду возможных этих клиентов. Я буду с ними работать через пуш-уведомления и теплую базу. Ну и последний, завершающий буквально два слайда. Это через рубрикатор UDS. Это просто уникальный вау-эффект, холодный трафик. Сюда я не приложила ни копейки, да, кроме того, что я присутствую просто в рубрикаторе UDS. Среди других клиентов, среди других партнеров, магазинов, одежды, обуви, еды. Они в этом через холодный трафик взяли для себя электронные бонусные карты 413 клиентов. И из них 264 клиента, это 64%, уже купили на сумму 1 625 570 рублей. Я считала конверсию. Это буквально 20 раз окупилась лицензия с холодного трафика. Ну и напоследок LTV. LTV – это возвращаемость наших клиентов. Это самое важное для предпринимателя. И по статистике я вижу 235 клиентов из 1575 совершили от трех и более покупок. Я не стала там от двух делать, более таких самых лояльных, трех и более покупок. Совершили на сумму более 3 миллионов 700 тысяч рублей. Это 15% от моей клиентской базы принесли 42% от общего оборота магазина. За 10 месяцев нам нет еще года. Это очень крутой показатель. Все мы помним закон Паретто, где 20% наших лояльных клиентов приносят 80% от общей прибыли компании. Что я хочу подвести итоги. Уважаемые предприниматели, не знайте, что делать. Просто берите и делайте. Пользуйтесь уникальными продуктами, которые сейчас современный мир нам предлагает. Цифровизация, диджитализация – это все только нам в помощь. Просто перестаньте бояться и делайте какие-то шаги. UDS вам в помощь. Также я хочу поблагодарить своего партнера и руководителя консалтингового проекта «Бизнес-няня». Кейс подготовлен при поддержке Инны Валерьевны Петренко. Это мой партнер, мой куратор, бизнес-коуч. Люблю и обожаю. Благодаря ей многое в моей голове предпринимательское встает по полочкам. Очень люблю. 2021 год – самый, наверное, решающий. Поэтому делайте, берите. Пандемия нам не страшна. Просто берите, используйте инструменты, которые дает нам этот мир. Так быстро Евгения прямо ушла. Женька, мы хотели у тебя вопросы позадавать. А я не туда бежала. Побежала. Я разблокировала чат.